Презентация может показаться такой информационно нагруженной, на самом деле ничего сложного нет, потому что принимается просто много чего интересного. Я установил некий методологический научный подход, скажу очень мало из него, потому что он очень такой обширный, и скажу, сам постараюсь раскрыть самые ключевые, наверное, вещи для нашего будущего трансляния. В общем-то, много говорится действительно о проблемах, но мало говорится о тех принципах, которые принадлежат в основе решения этих проблем. И есть, можно сказать так, наработанная методологическая научная база, которая, в общем-то, позволяет эти принципы сформулировать, и некоторые из них я изложу, и некоторые проблемы решить. Те проблемы, которые обозначил Иван, чтобы найти к ним подходы и двигаться в направлении решения. Ну, в общем-то, доклада, 9 таких пунктов. Кратко на одном слайде покажу, куда ведет развитие мегаполиса. Очень, очень информативный слайд, но и очень показательный. То есть, он, в общем-то, в себе включает все те проблемы, которые писал Иван. Дальше, какие вообще сегодня есть видения решений этих проблем, которые накопились? То есть, те проекты, которые сейчас в обществе тоже развиваются, которые, как мы считаем, не являются решением. Хотя многие могут думать и мечтать о том, чтобы реализовывать. То есть, тут будет вопрос, может быть, так, конкуренции или мечтания. Какова, какая мечта будет привлекательная для людей? Мы предложим свою альтернативу, как раз, вот этот технологический подход, который упомянул Иван, необходимость перехода к такого же организации народного хозяйства. Дальше пойдет самое интересное. Представлена структура государственного управления. То есть, нормальная циклика задач, которые должны решаться в государстве. Сегодня вот такого, что ли, такого четкого представления, ну, может быть, можно было бы спросить государственных чиновников, есть ли оно, но они зачастую говорят, ну, я знаю, что я вот этим делом занимаюсь, а как там идет, как все остальные, я не знаю. И с этим связано, в общем-то, мнение многих политиков о том, что надо переходить к каким-то системам, даже какие-то принципы оглашаются многим людьми, которые работают в этой сфере. И связано это все с образованием, как-то неудивительно. Потому что те специалисты, которые сегодня выпускаются, они, в общем-то, не имеют представления о целостности, что ли, народного хозяйства, что это такое. Кто-нибудь видел систему народного хозяйства, как она в целом друг с другом связана? Я вам ее покажу, она там есть. И те принципы, по которым можно, дальше, кратко, те принципы, по которым можно, в общем-то, эту систему народного хозяйства нацеливать на какие-то цели. И, собственно, что для этого нужно, чтобы поставить цель для развития народного хозяйства? И вхожу о такой вещи, как о сочетании планового и рыночного механизма, о котором, ну, если говорить о России, о которой я являюсь, там, в общем-то, с 90-х годов идет разговор о том, что рынок все отрегулирует, хотя уже на Западе, на Береге уже пришли к пониманию того, что оказывается, что есть некая планирующая система, транснациональные корпорации, какие-то крупные финансовые структуры, которые, в общем-то, занимаются планированием. И если мы посмотрим на любую корпорацию, у нее, в общем-то, есть некая стратегия развития на несколько лет. Даже вплоть до того, что в обществе пришлось создавать антимонопольные различные комиссии, которые следят за тем, чтобы артатары, корпорации, значит, друг друга не сголаривались, да, в своем планировании, в своей планировании, в своей перспективе. Ну и, собственно, нужно, в общем-то, нам сделать одну ключевую вещь, разделить спектр потребностей для того, чтобы нацелить нашу систему народного хозяйства, нацелить, чтобы на удовлетворение нормальных, естественных потребностей. Его нужно разделить с спектра. Ну и скажу пару слов о пилотном проекте, о котором будет уже рассказывать после перерыва Алексея. Следующий слайд. Ну и так, вот он, замечательный слайд, который показывает характер населения, в котором можно видеть, что... Сейчас я даже по пустам покажу. Можно видеть, что... Вот это называется драконик-пост. Драконик-пост характеризует, в общем-то, уровень преступности в разной среде. С той стороны графика, то есть, посмотрите, по отношению к этой, находится самый малый, вообще, совместное проживание, типа лагеря, дальше будет стан, поселение, деревня, дальше будет небольшой и, там, малый город, и здесь уже мегаболюция с этой стороны. То есть там самая малая форма проживания с вами среди, здесь самая большая. И видно, что уровень преступности, конечно, увеличивается в городе, растет анонимность преступлений. Здесь же, ну, в малых поселениях, в общем-то, все друг друга знают, поэтому преступления малы. Ну, хвост вот этого распределения, такой большой разброс, связан, в общем-то, с тем, что люди разных культурных... Ну, что есть, разных культур чаще попадают в конфликты с другом в мегаполисе, чем люди, которые живут в больших поселениях. Ну, естественно, просторность, здесь скучность, к примеру, в Шанхае, в Гонконге есть микрорайон, который, в общем-то, занимает 300 квадратных метров, но живет там 66 тысяч человек. То есть это плотность населения, представляете, да, вот в таком маленьком районе. Естественно, в небольших поселениях большая взаимодейственность, в мегаполисах отвязанность, хотя, вроде как, люди живут намного более плотнее. Но так как общих мест больше, то есть много всяких различных мест, куда человек может направить в свою жизнь, то люди, в общем-то, разобщаются, добиваются социальным группам. Хотя, вроде как, живут все общества, сплотно в этом роде. В небольших поселениях таких общих мест, в общем-то, они все общие. То есть это пересечение жизни людей больше, намного, точек пересечения. Поэтому, в общем-то, взаимодейственность увеличивается. И самое интересное, это вот верхний график, это чувство общности. Естественно, в мегаполисах чувства общности нет, в малых поселениях, вот, что удивительно. В лагерями более широкая сплоченность, что ли, и чувство общности людей. Потом идет снижение на всяких станках, в хуторах, что удивительно, да? И возрастает уже нормально, к нормальному уровню приходят деревни Песеленин. С чем это связано? Станы вообще это кочевой, остановка кочевого декого группы вели. И вот эти, что ли, люди в каждом уровне жизни соединены, в общем-то, такими потребностями, такими базами. Они, в общем-то, культурную среду уже менее развивают. Так же, как и на футболе. Такой закрытый, можно сказать, арбат у всех остальных. А в деревнях, в поселениях уже есть некие культурные скрепы. Более большие, чем в санных хуторах. Ну, естественно, в мегаполисах природы фактически нет. Это моровейники каменные. В Японии по квадратному метру. Значит, по квадратному метру. Бетон, совершенно бетонному ландшафту. Естественно, мы видим, что, исходя из этого, да, можем представить, нам необходимо поселение, да, небольшого формата, с средой, которая бы сочетала и природную компоненту, присутствие ее, и комфорт города. То есть, то, о чем говорил Иван, что мы можем действительно переходить к этим поселениям с таким как и технологическим укладом, которые бы в свои потребности ставили зависимость от потребностей биосферы. Следующая слайд, можно? Какие проекты, в общем-то, есть сегодня? Вот мы взяли три таких, ну, характерных, скажем так, по направлению. Трансгуманизм, проект Венера и проекты, которые в поместье, которые в Европе идеи довольно популярны, и в России. Значит, трансгуманизм, в общем-то, это путь слияния с машиной. Есть там среди них небольшая группа людей, которые хотят, чтобы было слияние с машиной, но, наверное, какая-то природа была. Чем он характерен? Это техногенный путь. То есть, если брать технократическое развитие общества, скажем так, постиндустриальный этап, застревание в нем, то многие видят переход какой-то в новый уровень на постиндустриальный этап, когда человек становится частью, короче, производственной системы, частью машины. Проект Венера, он, в общем-то, тоже из этой же сферы технократической, но он уже старается как-то сочетать биосферу и техносферу. Если трансгуманизм, в своей пределе, полный отказ биосферы, переделка планеты в техносферу, то проект Венера, он сейчас старается сочетать. Но чем он отличается от экотехнологического подхода? Тем, что не техносфера ставится в зависимости от биосферы, а наоборот. Техносферу управляет полностью биосферой. В общем-то, такие города, ну, такая концепция, в общем-то, перейдет к городам пополам. Где все регулируется гиблиотической системой, они видят автоматизации всего и вся, значит, блага. Хотя не задумываются о том, что любой автомат запрограммированного программистом. И от тех принципов, которые должен автомат, зависит, то, в общем-то, как будет все управляться. Проект Родор-Поместий, это, в общем-то, нами назван ретроградно-биологический путь. Это попытка уйти вот в некий биосферный, на биосферный этап, не наэкотехнологический. То есть, минуя, или вообще полностью отказываться от технологий, борясь с машинами, в общем-то, и в XVIII веке было. Но сегодня, в общем-то, какая-то есть доля погоды. И то, что мы предлагаем фразировать, это, в общем-то, на схеме того, как человек должен взаимодействовать с биосферой. Современный греческий архитектор Пексадис разработал схему землепользования, которую можно положить в основу экотехнологического пути развития. Что это за схема? Здесь 82% территории фактически отводится под природную среду. 40% абсолютно заповедник, туда человек не ходит, потому что там должны развиваться биоценосы и биологические виды. 42% это рекреационная территория, куда человек может туризм, собирательство, то есть ограниченный доступ. 10% под сельское хозяйство, причем оно разрабатывалось, скажем так, с тем сельскохозяйство, которое сейчас есть, но можно снизить, скажем так, воздействие негативного сельского хозяйства, приведя к созданию экосистемы, то есть не монокультуры, а экосистемы, так называемую экосистему на сельском хозяйстве. 7% под живую застройку и всего 0,2% техногенной территории, где, в общем-то, нет без следов, где какие-то производства серьезные. В общем-то, это позволит сейчас, на данном этапе, войти в равновесие и восстанавливать биосферу, потому что в многих регионах вот это соотношение, в больших слов, где, да, с этой стороны находится. То есть необходимо постепенно переходить к тому, чтобы биосфера восстанавливалась, и мы могли пользоваться ее ресурсами так, чтобы эти ресурсы возвращались. И не было нерасполнимого урона. Вот эта схема, она укладывается в структуру нормального алгоритма. Следующий слайд. Нормальный алгоритм государственного управления. Здесь много написано, вот она, эта структура. Исходя из нее, мы смотрим, анализируем, какие, в общем-то, ситуации сейчас, где, какой столбик выше. Исходя из этого, ставим, значит, составляем план вымуток биосферно-экологической политики. То есть что нам надо, где перераспределить, где надо снизить. То есть ставим цель в отношении потребностей биосферы. То есть нацеливаемся, нацеливаемся на то, чтобы удовлетворить эти потребности биосферы. Нормально это существует. Дальше, исходя из этого, вырабатываются уже инфраструктурные политики. То есть где должны проложены быть транспортные пути, энергетические, как должна быть проведена, как должна быть, по-моему, гемографическая политика, исходя из планирования гемографической реальности, исходя из прогноза, исходя из сегодняшнего состояния. И уже после этого создается политика экономического обеспечения. Не как сейчас. Нам надо увеличивать экономику постоянно. И исходя из этого, мы начнем будем вырабатывать энергетическую политику, экологическую. Все, нам необходимо устраивать совершенно другие последовательности, если мы хотим вообще сохраниться на этой планете, как видеть. Что планеты свойства от нас защищаются. Разные горящие и этапы. Исходя вот из этого всего, уже идет хозяйственная деятельность. Ну и замыкается цикл переходных форм на анализ. Того, что мы сделали, как восстановили, какие улучшения, где успехи и так далее. И в этом цикле общество и государство могут восстановить свою природную среду. Даже в очень тяжелом состоянии человек все равно, когда он видит ясно цели, он видит ясно алгоритм. Он может уже посмотреть, где надо там ужаться конкретно. А не так, что, ребят, давайте ужиматься все подряд, для того, чтобы выжить. По факту получается, что сливки снимаются, в общем-то, от этого ужимания. В общем-то, они не идут на развитие биоседы. Следующий слайд. В общем, мнения различные по поводу того, вот этой структуры государственного направления и вообще состояние дела в экономике, высказывались разные. Здесь выбрано пять человек. Дерек Кортон, в общем-то, написал книжку «Когда корпорации правят миром» и, в общем-то, обозначил, что, ну, пускай он так, описал, что корпорация, в общем-то, служит, в общем-то, по большей степени себе. Мы, конечно, не можем сказать, что это правильно. Джон Перпинс, ну, если интересно, Джон Перпинс написал книжку «Популярную исключительно экономического убийцы». В общем-то, о том, как можно сегодняшними экономическими теориями обосновать любое решение, уже заранее принятое, и провести, то есть он работал в Аквадоре и был, в общем-то, экономическим консультантом. И занимался тем, что обосновывал политику по выжиманию, в общем-то, ресурса, представляя ее как некое благо. И о чем он откровенно признался в своей книге и сказал, что в общем-то, как, не очень, вообще, нечестное. Но также сказал очень важную вещь, что это не какой-то злой умысел, по большей части. Сначала-то, ну, когда вообще понял, что происходит, а что думаешь, что это какой-то злой умысел, что есть какие-то... В общем-то, он понял, что все это зависит от образования культуры внутренней, в первую очередь. Что никакой человек, там, созвумный умысел, не может использовать себя втихую и твои ресурсы, если ты понимаешь, как это происходит. То есть, в первую очередь, он увидел, что люди, которые занимались экономическим убийством, они, в общем-то, ну, можно сказать так, образованы определенным образом. Что для них это, как-то считается, так, ну, как, правильно. Генбуллид, когда был среди президента Джона Геннеда и последнего года Гилла Тринтона, написал две книги. Экономические теории цели общества и вторую книжку «Экономика невинного обмана», последняя. Тоже, в общем-то, затрагивающую тему, потому что экономическое образование зависит очень многое. того, как управляется. И в своей книге он как раз описал, что в Америке есть экономика не рыночная, как это, в общем-то, транслируется во все остальные страны, по большей части. Там есть, помимо рыночного сектора, который регулирует средний и мелкий бизнес, есть регулирующая система планов, которую он назвал планирующая система экономики, которая регулирует крупный бизнес. То есть, это, в общем-то, вывело в том, что сочетание планов и рынка, уже по факту есть, и, в общем-то, необходимо переходить к тому, чтобы уже методологически обоснованно, методически обоснованно применять эти принципы. И говорил о том, что те воззрения, которые есть, они этому способствуют. Потому что они, у нас в России такой есть аналитик Кази, ну, пошел дальше, но вообще сказал, что, в общем-то, либеральные течения, они похожи на цифровые секции, такое выражение. Ну, то, что там некоторые есть цикленность экономическая, о которой говорили, Дэвид Ортон с этой книгой, в образовом, да, ну, в общем-то, в этом-то он правда. Абур Ахит – это один из создателей экономического счета, он, в общем-то, высказывался в 90-х годах, когда у нас шли разговоры о рынке, и говорит, так, вы можете говорить о плане рынка, короче, разделяя их, если вообще необходимо перейти к такой экономике, о которой грамотно защищал и тот, и другой механизм в одном едином экономическом экономике. Мы не понимаем вообще этого, японцы, и они, в общем-то, в своей экономике постарались сочетать то развитие, которое было, то, скажем так, бум экономический, он был во многом наследие того, что они просто взяли некоторые принципы, закланирующие из планов экономики Советского Союза, как они сами признаются, их волнули, там, корпорация 50-х, значит, плохатая того, в той эпохе. Ну, и Гарри Трумман, он сказывался, прямой человек, он сказывался вполне конкретно, что, слушайте, дайте мне одностороннего экономиста. Мне не все говорят, с другой стороны, с другой стороны, дайте, наконец, одностороннего, чтобы мне стало, как это правильно сделать. То есть, в общем-то, прямо он говорил о том, что экономисты не могут определить. Он еще говорит, дайте мне одноруху экономисту. А, одноруху, да, экономисту, да. С этой стороны, с этой стороны. Вот, в общем-то, сведший слайд. То есть, вот это вот та самая схема, которую не показывают нигде. Сейчас. Ну, в некоторых университетах в России показывают. Схема, в общем-то, всего народного хозяйства, как он устроен. Где находится место государственного аппарата. Вот, если посмотрели на образование чиновников, то их учат вот этому кусочку государственного аппарата и вот стрелочками взаимодействия со всеми остальными. Но, как он внутри устроен, они могут вообще не знать, не представлять. Если мы возьмем, допустим, нигде, то они видят вот энергии, только свою линию. Добыча нигде носителей, технических потребностей, добыча нигде носителей, продовольственные добычи сырья, создавал конституционный материал, то есть, в общем-то, тоже, если вы спросите у нас специалистов, да, то, ну, согласен, что похоже, как будто так вот взяли лопу и, значит, так, вводят по этой схеме, показывая ее целостность. Мне, скажем так, реально было до этого момента, ну, до момента создания этой схемы, группы ученых, в общем-то, ну, попытки были, но не было вот такого, что в раз показать. Теперь такая схема есть, можно пользоваться. Что это перед нами открывает? Ну, первое, открывает перед нами, что все отрасли, они являются взаимосвязанными. Если в одной из отраслей идет, скажем так, мегаприбыль, то другая область, как система сокращающих сосудов, будет страдать и будет недополучать ресурсов, финансов и так далее. То есть, это взаимосвязанная система, таких бассейн, между которыми идет притекание товаров и финансовых потоков. Если это целостная система, то ее необходимо как-то наставить, как-то можно делать тут. Следующий слайд. В общем-то, вот это кратко, как можно грамотно сочетать плановые и рыночные механизмы. Проблема Советского Союза была в том, что он в своем планировании попытался запланировать вообще все. То есть, система, когда она достигает каких-то пределов, она начинает отрещать пошпак. Невозможно все запланировать. Поэтому, более того, там была такая ошибка, что там ставили, если ставить на то, как глядят, там их зеленый, черный и красный. Вот красный, это перенапряженный план, то есть ставились планы, которые обгоняют мощности. А если такие планы ставить, то мощность начинает прыгать из штанов. А с ней же связана другая отрасль. Значит, она уже недополучит, если эти невыполнены вклады. Недополучит, и все, вся система может начать разрушаться. Поэтому, в общем-то, в планировании необходимо ставить цели для подраслям в целом, да, в сторону макроэкономики, ставить так, чтобы мощности гарантированно хватало на удовлетворение этого плана. Все, что производится отраслью, превыше этого, за счет улучшения производительности труда, за счет новых технологий, это все будет уходить с запаса устойчивости плана, если, допустим, идет невыполнение. А, во-вторых, идет, в общем-то, на рыночные регулирования, которые позволяют, скажем так, перекосы, допустим, в планировании нивелировать. И, в общем-то, что-нибудь, то есть, если бы даже посолить сейчас на экономику американскую, они, в общем-то, пытаются к этому перейти, но им мешает, в общем-то, их экономическое образование. У нас есть опыт уникальный, мы можем сравнивать экономический опыт. Такой же опыт есть в Европе, здесь, в Германии, восточной. Они могут сравнивать, это очень большое преимущество. Потому что, когда у вас, допустим, одно, вот вам говорит только одно, у вас мало выбора. А когда у вас есть возможность сравнить, посмотреть на разницу, вы уже можете как-то лучше ориентироваться. Поэтому, вот, это очень полезно. Сегодня, в общем-то, кризис тоже позволяет критично посмотреть на те принципы, да, и попытаться искать какую-то альтернативу. Естественно, какие-то отчисления в фоне бесплатного потребления, потому что некоторые отрасли, они, в общем-то, ну, и ты можно закладывать в плане, что некоторые отрасли, они очень дотационные. Образование как таковое, оно не производит, в общем-то, мышление людей, мировоззрение. Оно не производит какого-то полезного продукта, который можно продавать. Мировоззрение невозможно продать. Вы не можете делать с этим мировоззрением продать. Вы можете продавать свой труд, свое производство товаров и так далее. Но мировоззрение... И тут получается, что, если мы, конечно, начнем вдруг продавать, пытаться мировоззрение, то, в общем-то, определять мировоззрение в обществе будет у тебя больше денег. Собственно, ничего и происходит. В тем примере, о котором говорит, то, что коммерческие корпорации, в общем-то, уже пытаются определять потребности человека. Что нужно для того, чтобы вообще поставить эти планы? Исходя из каких ориентиров? Сколько нужно производить альбаху? Сколько нужно медиаспо производить? Такие вопросы. Как это измерить? Потому что любой плагин начинается с измерения. Следующий слайд. Необходимо тот спектр потребностей, который есть в обществе, третий вопрос. Надвигнут потребности. Демографически обусловленные и депутационно-президанты, чем Байлова. Вот это вот, это демографически обусловленные потребности. В их приоритетности, на бульфае, первым приоритетом должна была дать улучшение возможностей получения образования и воспитания. И прочее потребности обеспечения безопасности жизни общества, его развития, развития культуры. Это должно быть в первую очередь удовлетворяться. То есть культурная образовательная жизнь, она должна быть на первом месте. Далее, потому что от этого зависит, стоит развитие общества в целом, его устойчивость к отношению к внешним факторам. Потому что если у нас слабое мировоззрение, то мы просто какие-то факторы даже не заметим. Они уже на нас повозились. То есть всегда какие-то сильно образованные одиночки размещают, ага, вот, какой-то фактор, и пытались его сформулировать. Например, сформулирован была. Фактор глобализации, как был сформулированный, фактор как раз, ну, добавок, да, генетический, инфицированный. То есть сначала, о, как хорошо, потом нашелся пытливый ум, который, ага, ребята, вот не все так было. Дальше идут, в общем, потребности, которые, естественно, не зависят от генетики и вида человека. Поэтому предсказуем. То есть генетический вид, она определяет что-то. Нужно определенное количество, там, пищи, килокалорий, да, для нормального функционирования. Если вы больше туда запихиваете, то есть у вас начинается ожирение, и вы не можете переработать. То же самое, поддерживать. То есть вы можете четко указать некоторую границу, да, естественно, субъективно, для текущего, там, уровня культуры, субъективно указать границу, но вы можете ее провести. Что? Ну, там, такая-то одежда, там, такая-то минимальная, минимальное обеспечение. Сегодня есть минимальные потребительские корзины, да, но экономика не нацелена на приоритетное удовлетворение этих минимальных потребительских корзин, а нацелена, там, на что угодно? На золотые минитазы, на всякую роскошь, в первую очередь. А потом уже от постаточного принципа удовлетворяется, понимаете, от лица и хозяина. Жилище для семьи и для, что ли, роста для семьи, потому что семья нормальная должна развиваться в нескольких поколениях. То есть жилище должно вмещать себя в три поколения минимума. Социальные услуги, в общем-то, это то, что человек не может себе делать хорошо. И свободное времяпрепровождение, потому что если человек занят все время, постоянно, на одной тоже, то у него просто нет времени не для, там, улучшить возможность получения образования, да, нет для удовлетворения, даже естественных потребностей. То есть это потребность личного характера, а это уже потребность первая, она лежит в потребности общественного характера. То есть раздерев это, мы можем оцелить экономическую систему для удовлетворения потребностей. И, как некоторое практическое приложение этих принципов, мы предлагаем двухкомпонентный проект, много было споров, много было идти в год, еще с самого года, когда проблематикой начали заниматься. И решить, потому что необходимо создавать международный юридический университет, образовательный ядро, которое будет доставлять газы не только для этого проекта, но и для других проектов внутри региона, в котором этот университет будет находиться. И вокруг него монтажное поселение как раз на этих принципах комплексного подхода к точному развитию. Скажем так, не просто построить этот же поселок, а создать именно среду для питания, жизнь, чтобы труд был обеспечен и комфорт, определенный комфорт, уровень комфорта и доступность перевода. И это, в принципе, все реализуют. Ну, подробнее об этом расскажут вопросов перевода, да, да. Алисей, а теперь давайте вопросы. Спасибо, Борьде. На самом деле, очень информационная информация. Все, соответственно, не рассказать на все минуты, конечно. Но предложение, на самом деле, кажется, очень способное. Если вы знаете, что общество, потребности общества, как сказали, как можно упомянуть, как можно предупреждать обуви, дом и предмети, пара штанов, то, и вот разделение на гемографические условиями потребностей, то есть, и делают это возможность планировать на будущее. Реально ли это в жизни? Можно ли такое применять, чтобы сказать, вот это не способствует гемографическим потребностям? Это не будем делать, будем концентрироваться на вот этом. Или все-таки общество скажет, что мне это не нужны, не знаю, сколько, два часов и еще чего-то там. Здесь нельзя, потому что отказаться, допустим, вот значит, минимальная терапевтская корзина, и в общем, ничего не произвелось. Нет, о том, чтобы клиническая система, планы, ее должны быть ориентированы на вот это уровень минимальной потребности людей. И запас устойчивости плана, он уже выходит на удовлетворение там, и заклад уже, скажем так, мощностей на удовлетворение того, что, значит, отнесено к регуляционно-пределентарным условиям. Тут, как бы, так сказать, вопрос предельности удовлетворения. Сегодня мы совершенно рады, что, собственно, называют различные перепроизводства, период. Перезагрязнение. Перезагрязнение, да. Почувствовал ли себя кто-нибудь некомфортно, если бы мы эти приоритеты поменяли сейчас? Первое, на что должно идти, наверное, удар основной, это образование. Потому что, в общем-то, почему люди не готовы что-то менять? Потому что у них нет представления о каких-то альтернативах, это раз, и нет знаний того, как это альтернативы воплотить, даже если они что-то, ну, о чем-то альтернативном мечтают, нет просто этого. Поэтому главное, в общем-то, это не процесс, там, раз и мы завтра живем в другую систему. Это процесс длительный. Вопрос в том, куда нацелиться. А вот скорость, вот, да, скорость того, как это будет протекать, зависит, в общем-то, от усилий каждого. Потому что, если мы возьмем, как происходит социальное изменение? Это, может, это сумма всех телодвижений, там, всех социальных действий людей. Такая некая сумма. И кто-то двигает, там, общество, допустим, деградации к разрушению, да? Ну, какие-то люди, даже, может, не понимая этого, живя, да, взгодовольствия, ну, конечно. А другая группа, она работает, ну, как-то, старается. И это зависит от образования, от той иной культуры. Вот это совокупленное, что это наше, наше стыдное движение, у нас все это науки. Это, в общем-то, и делает скорость изменения. То есть, от того, насколько быстро каждый воспримет какие-то альтернативы и начнет вырабатывать пути решений, мы, в общем-то, не призываем, там, воспользоваться только нашим. Мы, в общем-то, призываем к тому, чтобы эти принципы начать вырабатывать. То есть, предложить какую-то альтернативу, вот этот вопрос «Хотите, это интересно, туда, чтобы вырабатывать и давайте вырабатывать вместе эти принципы». В общем-то, это сейчас. Ситуация у нас уникальна, потому что после разрушения Советского Союза у нас нет риктайских диалогов. Тогда они были. Тогда это не было. Сейчас этого нет. То есть, может быть, эти площадки постоянно создают международные общения, G20, G80, уже часть этого процесса. Как вырабатывали такие принципы. К тому же еще сейчас в Европе есть конвенция создания международных каких-либо факультетов и специальностей, которые принимаются частично из той народной схемы народной системы вообще функционирования. То есть, где закрадиваются сельскохозяйства, речевая промышленность и экономика с международной точки зрения. То есть, с точки зрения к организации, как рынки функционируют. То есть, этой проблематикой задались различные университеты, сейчас уже во всей Европе, в том числе и в Германии, в том числе и в Германии, в том числе и в Германии, в том числе и в Германии. Что кризис нас подпадает в том, чтобы мы находили какой-то диалог и решали вместе эти проблемы. То есть, не так давно Эллен Гринск, он председатель Федеральной резервной системы США, сказал, что рыночная экономика, она уже прогнила и требует серьезных модификаций. своих механизмов. То есть, это такое серьезное признание, что он 17 лет занимал такой пост, и он знает, о чем говорит. И вот что касается, кстати, образования, в Европе примерно это обсоединяется так, что каждый евро, вложенный в образование, приносит 4. Так что образование, в любом случае, хорошая инвестиция. И, насколько я понимаю, это не является плановой экономикой, это является чем-то иным, как это назвать еще, термина какого-то нет. Владимир, у меня к вам вопрос, как представитель России. Мы все знаем, что, например, правят экономические элиты, выражают их интересы политические элиты. Скрытые интересы существуют, политические элиты их озвучивают. Уже назрела необходимость. Действительно, в Европе это первое догадались и поздно, что развитие производства в каком-то глобальном аштабе может привести к глобальным проблемам, которые, как говорили сегодня. И европейцы, на мой взгляд, пошли по, ну, такому упрощенному, наиболее, виденному пути. Чтобы улучшить жизнь свою, экологически, улучшить жизнь свою, они стали вносить вредное и массовое производство в 30 странах. Страны третьего мира, развивающиеся, где, как в этом процессе, срослись интересы и сошлись интересы и транснациональных корпораций, а их интересы – это получение вреда. Любая коммерческая организация первым пунктом своих задач ставит получение вреда. Так вот, их интересы сошлись с интересами людей, которые ставивают, значит, трогую жизнь, экологически, чистое окружение и так далее. То есть просто убрать от тебя эти производства. Не боитесь ли вы, что в России со временем, то есть вот эта тенденция к расширению производства в 30 странах, она будет расползаться и приведет к тому, что в такие же проблемы, как сейчас существуют в Европе, из-за того, что в Европе, в среднем отширениях, наиболее индустриальных регионах, они будут возникать и в третьих странах. И как бы эта тенденция не выноса производства не лишит проблем, она, в последнем отширениях, в более серьезном масштабе. Как представители России, активно развивается вот сейчас бизнес, и инвестиции западных и Соединенных Штатов приходят в Россию, возможно, они в каких-то хотя бы регионах, в месторе и привездах уже начинаются эти проблемы. Какого? Я полностью согласен с тем, что вывод в третьих странах, ну, в общем-то, проблем решает, они в коротком промежутке, и потом это все получился как минимум иммиграцией из третих стран, в более нескольких странах наблюдается, как живой. Во-вторых, получился тем, что планета как бы одна, и если там, допустим, где-нибудь, ну, как в Америке, в Кусин, да, произошло, или в Америке пароволокон, да, да, в пункте пробок, это все, однако или иначе, скажется. И тут, ну, в России есть уникальный шанс. Из-за того, что в 90-е годы была разрушена, в общем-то, экономическая, во многом экономическая система, есть, что ли, потенциал, возможность открытого, пока открытого, потому, чтобы те инвестиции, которые идут, пустить не на, не на варенье вот этих вот потребностей, первоочередных, да, думать о будущем. Да, 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 и в варенье, что это так, что давайте мы возьмем все производства грязные, поставим себе, да, мы будем деньги платить, так, чтобы вот эти инвестиции направить на создание, в общем-то, на неком, в том числе, базисном нулевом уровне экономики, потому что нету тех сложных, сложных отраслей, мы можем создавать, как технологическое производство, мы можем создавать здесь, в нуля. В Европе сложность еще в том, состоит переход к этому, что необходимо демонтировать, а эти производственные циклы, они могут перестраиваться, перестраиваться, да. Потому что у России есть шанс большой, вот. Это очень любое, потому что вот это по поводу переноса прайс-Онс, это в том, что на каком-то этапе из Европы перевозим целый завод в Китай, в данном случае. Китайский самый более яркий пример. Да, вот. Есть так называемая понятия великое китайское экономическое чудо. Тем не менее, уже когда Олимпиада была в 2008, очень сильно останавливали большинство предприятий в Пекине. Это несколько тысяч предприятий для того, чтобы суметь провести чистый озор, Олимпиада. Вот, буквально с декабря прошлого года и по февраль этого года уровень газов в десятки городов Китая превышает предельно допустимую концентрацию в районе 350-й раз по нему, которые переношли. Люди покупают воздух. Это, конечно, такой негативный пример достаточного негатива, просто я не люблю по поводу переноса производства. Я хотел бы еще пожелать вам, как молодым людям, именно у вас есть много времени для того, чтобы размыслить над этим вопросом, принять правильное решение и реализовать его. И найти по пути вот таких простых решений и решений уже минутных, которые дают результат в краткой перспективе, но стратегически, в плане неверное. Найти именно по пути мудрому, умному и достигать эзитата в глобальном масштабе. Кстати, вы правильно сказали, что на этом пути очень важный роль, в первую очередь, ну и газ образования. Ваш проект образования, мне кажется, очень серьезно и нужно, потому что образованный человек как раз и сможет мыслить вот таким образом. все промышлением. Да, мне кажется. У меня есть несколько вопросов. Например, мы говорили здесь, у нас есть с собой время, мы не седли, мы не собрались, но, например, в России очень много людей совершенно такой дом. И даже они довольно обеспечены, довольно нормальные средние уровни цели. Они работают до 11 часов в группе мюджетной компании, где их просто сжимают. Они приходят домой в 11-й, например, например, у нас родители, например, сейчас. Мне с вами поискали, что она видит. А мы не только это. Живут в маленьком городе, где все как бы, ну, маленький город, родители практически не видят, потому что они поздно приходят. А моя сестра там работает в другом городе, побольше, но в хорошей компании. Но мы тоже постоянно не салют. У них нет времени вообще думать о таких ценностях оборудованиях. Когда я приезжаю и говорю, что можно меня отшелить, что там, но так нужно идти во время позитивно нужно рядом с другими людьми, потом ты находишься просто с ними делиться своими идеями и быть лучше, как бы стараться самому быть лучше, делать от окружающих, лучше, делать самому правильные вещи. И зато кто-то пройдет дальше к процессу, но они это не понимают. Они говорят, это нереально, ты живешь в нереальности. Вот, то есть, у них такое мышление вообще негативное, совершенно, пессимистическое. В России сейчас идет период, ну, уже достаточно большой период, с 90-х годов, как кажется, достаточно большой период, но изменение общественного устройства произошло, и теперь идет, так скажем, капиталистический образ экономического развития, но на самом деле 20 лет, это для истории, для экономики, это совсем ужасное период. И в России идет, как называемый, период накопления капитала. Это первый период, который характеризует капитализм, и в этот период, когда-то Соединенные Штаты прошли этот период, некропейцы прошли этот период, в том числе, против людей, депрессии, в Штатах, многие занимались этим делом. И в России теперь идет вот такой период, когда человек накапливает материальная рубашка, пульс, создает материальную базу, не задумываясь о том, для чего он живет, и как он используется в этом материале. В Европе, и в Северных Штатах в этот период уже прошел, и, скорее, уже достигнув какого-то материального благосостояния, они имеют время, возможности, желательно задумываться о том, для чего они живут, как они. Да, да. Сколько они собираются? Ну, например, мы с той же школой обучаем, там, как надо жить, как надо жить, что значит, что такое плохо, любите, чем-то обучать. Но в действительности все время нужно платить взятки. Даже самые-самые важные вещи. Пошел в больницу, тебя насмоти, нужно платить, чтобы тебе нормальный врач принял, а там будет что-то такое, это вообще просто. И, просто, хотел спросить, океан в России, вот ты и Санкт-Петербург, там, наверное, уже немножко по-другому, а с Санкт-Петербург не может по-другому, но есть какие-то движения тоже в регионах, как это образование, насчет образования, что-то взятки побольше. Ну, понятно, про эти проблемы ясно. Я хочу такую вещь сказать. Это наблюдение старшего поколения, не мое, то, что может, старшее поколение может на нас посмотреть со стороны, она и высокоборудится в следующем области. Молодежь, если смотреть молодежь 80-80-х, в Советском Союзе, она, в общем-то, была одинаковая. Все в меру бремени на Италии, в меру, там, каждый убивал, кто-то, курил, взмыл, то есть, в общем-то, спектр интересов был динамик. А сейчас, они говорят, что мы видим, как молодежь резко, резки отличен молодежь. Есть молодежь, которая, в общем-то, так и тренгель, тренгель, там, по-русилительным садим, развлечениям не задумывается, да? А есть молодежь, которая не предупредит, то есть, которая ищет, как себя творчески реализовать, кто как, кто пытается, скажем, забраться, ну, кто, скажем так, нравственность к этому сложно, пытается забраться на шею других людей, да? Кто пытается найти альтернативную метку, потому что все, в общем-то, если говорить о том, как каждый видит решение, то зависит, в общем-то, от разности того, что формируется образование в итоге, потому что мы, так или иначе, принимаем нравственность от наших родителей, от участия. И тут вот большая стратегия, так сказать, разделение молодежи. И, скажем, могу сказать так, что процент молодежи, скажем так, мы назовем трезвым молодежи, не пьет, не пьет, не задумывается о том, как усложнить свое мышление, как улучшить свою культуру мышления. Этот процент растет. Есть такое явление в системе, в частности, в обществе человеческое, как автосинхронизация. То есть, если мы смотрим на поле святышков, если 5% этих святышков начинает помогать в едином ритме, то через некоторое время все поле начинает помогать в едином ритме. И вот этот эффект, он присущ всем логическим видам, нам в том числе. То есть, когда этот процент достигнет 5-5%, начнется процесс расфокализации лавинообразного, лавинообразной перестройки в общем-то всех. И одно стратегическое направление, в том числе, в том, чтобы увеличить процент этих святышков, которые могут насинхронизировать всю систему. В этом смысле да, проблем, конечно, в России много очень, но есть уникальные условия, нету такого, если человек хочет сам, нету, скажем так, психологического на него такого давления, он может это осваивать, если хочет. Потому что можно не словить зря, да, почитать книги, толстые, все люди. То есть, можно управлять как-то своим временем. Старшим поколением сложнее много, потому что если нарица и естественно научились, да, они по-определённому научились и, конечно, начали засказывать. А вот молодёжь, она потенциал вот этих автосинхронизаций, запомните, это вещь. Очень интересная и радостная вещь, то, что потенциал есть, это только вопрос того, как этот потенциал мы можем зарасти, и тенденция уже заряжена, то есть, уже это всё, уже вот 5% набирается, если выключить. То есть, автосинхронизация процесс, тенденция этого процесса уже забита. То есть, это то, что должно мотивировать в итоге и общий процесс продолжать. не 100% общества пытаться обменить, а набрать критическую массу, с которой начнётся генезия. И набрать. Тема очень интересная, я предлагаю немножко размяться. Иван приготовил нам Иван-чай и можно немножко подкрепиться. После этого она и все оставит нас подробнее.